Дермит Гулия родился в 1874 году. Он писал стихи для детей, и он первый, кто написал книгу «Анбан». Я люблю очень Дермита Гулия, даже наша школа от его имени. Астан Хварцкий – ученик 4-го класса 4-й столичной школы имени Дмитрия Гулия. Даже в таком юном возрасте Астан отметил, что очень символично совпадение дня рождения Дмитрия Гулия с Международным днем родного языка. Ведь всю свою жизнь писатель посвятил развитию абхазского языка. Первая азбука, первая поэма, первый роман. Вклад Гулия в абхазскую литературу сложно переоценить. Очень много рассказов, которые мы все вместе с моим классом учили. Очень люблю его разные поэмы, его разные стихи. Я их всех учу и очень люблю. Учащиеся 4-й школы рассказали стихи и показали сценки по мотивам произведений Дмитрия Гулия. Сегодня родной язык раздавался из каждого кабинета. 21 февраля традиционно многолюдно и у памятника Дмитрия Гулия. Почтить память народного поэта пришли представители руководства страны, депутаты, творческая интеллигенция, общественность, школьники и почитатели его бессмертного творчества. День рождения Дмитрия Гулия Значимое событие для нашей страны, его вклад в становление нашей абхазской письменности, культуры, самобытности, конечно, очевиден. И в этом году мы отмечаем так скромно, но уже есть поручение президента, следующий год юбилейный, отметить день рождения Дмитрия Гулия масштабно. Мероприятие продолжилось в доме музея Дмитрия Гулия, в котором прошла большая часть жизни поэта. Именно здесь создавались произведения, вошедшие в Золотой фонд абхазской литературы. Школьники рассказывали о выдающемся вкладе Гулия в абхазскую литературу и увлеченно читали стихи и отрывки из его произведений. Дмитрий Гулия – писатель, творчество которого дети любят по-особенному. Именно поэтому в доме музея школьники из разных городов и районов Абхазии – частые гости. Говорить о его имени, о значении этого человека в нашей жизни – это очень трудно, потому что это, если говорить, то, чего мы достигли в искусстве, в литературе, в науке, то благодаря, в первую очередь, этому великому человеку. И, естественно, день рождения Дмитрия Гулия – для нас национальный праздник, с чем я вас всех поздравляю. Я иногда думаю, что могло бы быть и как могло быть, если бы вдруг Иосиф, отец Дмитрия Гулия, не смог бы вернуться в Абхазию после махаджирства, если бы Гулия не оказался бы в Абхазии. И это, мне кажется, даже представить себе страшно. Дмитрию Гулия принадлежат труды по истории и этнографии Абхазов, хрестоматии и учебники. Именно он впервые перевел на абхазский язык Евангелие и христианские молитвы. Также организовал и возглавил первую абхазскую театральную труппу. Был основателем и редактором первой газеты «Обсны», издаваемой на абхазском языке. Но все же больше всего Гулия известен как лирический поэт и романист, точечно вырисовывающий образы героев в своих произведениях. Мы очень скромно отмечаем, потому что самое главное впереди, самое главное у нас 150-летний юбилей Дмитрия Гулия. И мы хотим встретить достойно этот юбилей широко, по всей Абхазии, по всей республике. В доме музея Дмитрия Гулия проводится большая работа с молодежью, чтобы привить подрастающему поколению любовь к родному языку и литературе. Здесь очень часто проводятся экскурсии для детей, концерты, вечера и круглые столы с участием писателей и поэтов. Сарья Кварцхеля, Тимур Гогохи, Абхазское телевидение.